Еще раз вернемся к группе материалов, что тебе на родине нужно будет делать только 5 позиторов. Это первая модельная масса, то есть мы ее делаем на основе готовых акриловых шпаклевок. То есть там может быть на ведре и не будет написано, что это модельная масса для нанесения фактурных или декоративных поверхностей, оформления. Но мы, зная особенности материала декоративок и беря во внимание, что они сделаны из одних и тех же материалов, что строительная химия, что декоративка, в основе они берут одни и те же материалы. То есть это идет наполнитель, там мраморная крошка, мраморная пудра и идет связующие, это может быть акриловые полимеры и получаем шпаклевки. И уже на этих шпаклевках, в зависимости от того, что мы туда добавляем, или известков, или чуть крупнее кварт, или что мы уже наполняем, кроме этой мраморной пудры, они бывают еще наполняют всевозможной фракцией. Вот здесь, например, мелкий, это может быть или, как мы говорили, кремень, который, когда мы будем наносить и полировать материал, чтобы он не чернил под шпакелем. Вот, и более крупная фракция мрамора. А, какой кремень? Да, кремень. Ну, такой минерал есть. Не слышал, но который, может быть, я видел там, когда камешек в камешек стучишь, получается исквы. Вот это, как, я не знаю, как у нас зурань называется. То же, как получается. Да. Вот, вот. То, что порошок получается, но... Да, да. Вот с этого порошка, ну, главное, что ты понимал, что в зависимости от какого фракции... Очень мелкий. Очень мелкий. Как кудра. Меньше, чем кудра даже. Может быть, да. Но суть... Как пельц один. Да. Главное, что ты понимал, что вот в эту модельную массу или в акриловую шпаклевку мы можем добавлять разные фракции и получать разные по назначению материалов. То есть, в зависимости, будет она чуть крупнее, да, будем делать там травентины. Такие крупные, ну, или там мармалины с крупным, ну, будем говорить, крупным рельефом. Чем крупнее у тебя получается, ну, будем говорить, да, крошка, которую ты ложишь сюда, или там гранулки, тем крупнее будет рельеф. Чем меньше, тем, так сказать, более нежнее. Потом, кроме минеральных крошек, можно еще, ну, еще добавлять декоративку и целлюлозные добавки. Понимаешь, мы говорили про тот камыш? Ну, это может быть и целлюлоза такого плана, как, ну, вот как салфетку, вот ты представь, да, салфетки самые тонкие, да, мы их размочили, потом блендером мы их разбили, и вот получается такая вроде как кашица такая целлюлозная. Вот эту кашицу можем тоже добавлять в модельные наши массы. Зачем? Если мы просто чистой модельной массой будем делать декор, то у него есть такая фокус, как будто бы он тает. То есть он не, он не, да, да, потом мы его вроде сделали рельефчик, да, такой, там, полтора миллиметра. Проходит время пока там, ну, не знаю, полчаса, и такое ощущение, как будто он не расплывается. Для того, чтобы он не расплывался, вот нужно добавлять вот эти вот цириллозу, да, или вот то, что мы говорили, там, камыш. То есть именно пух, ну, вот именно вот эту фибру, вот эти волокна, на которых держался бы этот потерял. Второй момент, то есть это получается, да, модельная масса, ну, декоративные штукатурки с наполнительной всевозможной фракцией, и рельефная штукатурка, вот наполнительной, ну, с целевозкой, да, ну, или с этой фиброй. Вот получается у тебя три позиции, это основных. Вот на этих трех позициях можно, уже можно, так сказать, ну, линию декоратива продвигать. Ты колируешь всевозможными красителями, да, универсальными, ты можешь покрывать их, вот то, как мы говорили, да, синтетическими, ну, волшебными восками. Понимаешь, мы делали обойный клей с клеем ПВА, получаем вот эту массу желеобразную, ты можешь ее колировать универсальными красителями и вскрывать поверх декоративных штукатурок. А, да. Которыми сами делали, наверное, можно это нанимать. Можно колировать самую штукатурочку, да, и потом еще колируешь и вот этот волшебный воск. То есть можешь чуть его делать темнее, чуть светлее. Воск. Воск, да. Вот у тебя получается, мы назвали вот эти три основные позиции, и плюс воск, да, вот этот волшебный воск. В этот волшебный воск мы можем добавить вот эту массу, шпаклевку, ну, акриловую шпаклевку немножко, если мы добавим, то мы получим патину. Такой полупрозрачный воск, полукроющийся воск, да, полупрозрачную краску. Ага. И тоже мы можем добавлять туда красителей, и тоже получим пятую позицию. То есть получается у тебя три позиции. Три модельных штукатурок, да, потом две позиции по воску. И у тебя еще есть позиции, помнишь, мы говорили, те краски, которые, шелкография, светоотражающая, которые идут на основе минерала, этот, слюда. Так будет, да, 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 вот как будто, как велюрты, или как бархат, мы его можем, шерстинки укладывать в одну сторону, в другую. Вот там, получается, вот эти маленькие, вот это, чешуйки маленькие. То есть получается, ты в какую сторону их положишь, да, вот ты распателем, и вот, получается, они отражают, как зеркальца маленькие. Или они отражают свет, или они не отражают, да, и тогда получается или светлее, или чуть теплее. Понял, да? Вот, получается, у тебя шестая позиция, это светоотражающая краска, или шелкография. Она может быть, там, серебряной базе, может быть, золоте. Вот это можно и сделать, да? Да, 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 вот то, что мы говорили, помнишь, когда говорили, что есть пудра. Так. И мы на основе этой пудры, ну, перламутровых вот этих частичек, можем делать вот эти позиции в шелкографии. Там надо перламутровых пудрой добавлять. Да, да, да. То есть мы берем наш волшебный воск и смешиваем с этой пудрой. Понял? И получаем краску перламутровую. И это как воск использовать? Да. И можем по вот этим штукатуркам использовать ее как финишное покрытие. И тогда у тебя, получается, будет штукатурка еще более ярче, еще более подчеркнуть. Мы подчеркиваем штукатурку, понял? Да, да, да. Значит, смотри, вот шелкография. Она может быть золотая. Ну, то есть вот эти перламутров могут быть в золотой базе, в серебряной базе, в платиновое, как мы называем, белое золото. Могут быть медь, может быть бронза, может быть он такой, как винный. То есть практически весь спектр, да, который вот ты представляешь себе, все вот в этих перламутрах представлены. То есть ты можешь на базе вот этих вот перламутровых, вот этой пудры многоцветной, уже делать пять позиций шелкографии. Ага. Используя волшебный воск, вот эти пудры. Не помню, а добавим? Да, да, да. Запомнил, да? Да. И вот получается то, что мы говорили, вот как десять позиций. Вот на этом воск карасков уже не надо. Да. Места карасков – перламутровый вода. Да, да, да. Задумим, да? Абсолютно. Потом что там еще идет? Когда мы говорим, вернемся обратно к первой позиции, когда мы говорим вот акриловые шпаклевки. Первая, которая без наполнителей. Те, которые, как ты говоришь, вот такая как будто бы пудра, да, и связующие. Вот связующим может опять-таки выступать наш волшебный воск. Когда клея больный и клея пыва. Мы смешиваем с этой пудрой и получаем шпаклевку, которая без, ну такая, самой мелкой фракции. Вот мы можем делать с нее Венецию. Вот то, что ты видел, да, такие гладкие все вещи. И можем мы делать и фактурные шпаклевки только небольшого рельефа. Ну, небольшого, ну, небольшого, ну, да, подъем там. Они будут более гладенькие. Понял, да? Вот с этой самой мелкой шпаклевки. Да, да. Вот с этой самой мелкой шпаклевки. Что ты понял, ну, где ее можно применять. То есть она тоже на гладких. На гладких. И можно делать с нее тоже рельефные шпаклевки. Только не очень высокого, ну, не как, не очень грубые. Понял? Типа нежные. Да, более нежные. Вот. Вот ты понимаешь. Что еще? Ну, пожалуй, все. Там есть еще воск, который для Венеции. Который, как мы говорили, горное мыло. Но это... Мы еще вернемся к этой позиции. Просто тебе, ну... На сегодня тебе эта информация будет достаточно, да? Мы ее проштудируем. Я тебе дам координаты, где можно привести эти материалы в эту пудру. Вот. И ты уже можешь, ну, попробуем, да? На следующий раз, имея исходники, попробовать сделать материал самостоятельно. Вот я сегодня не искал пудру. Хотел показать, как это можно сделать. Ну, не нашел. Пока где-то она лежит у меня в загашнике. Не готов я был. Вот. Поэтому в следующий раз я постараюсь взять и глину, которую мы с тобой говорили, да? И вот это, чтобы делать... На следующий раз материал. Попробовать, да. Как это... Ну, чтобы ты заочи убедился, что ничего там такого, ну, сверхъестественного нету, да? Да. Когда ты просеиваешь глину, получаешь такую пудру, пудру ты получаешь, смешиваешь с клеем, получаешь шпаклёвку. Добавляешь немножко фракции, больше, крупнее песок, получаешь уже штукатурку. Ну, еще чуть крупнее песочек, получаешь любую штукатурку, которая, ну, можно уже так, более крупную. Это на следующий раз материал. Да, мы должны были на этот раз, но я говорю, что я, ну, вчера пришел поздно и я был просто не готов. Сегодня я думал, что я успею, но смотри, я опаздываю, думаю, нет, я уже думаю, на следующий раз. Благодарю.